Друзья мои, всем большой привет! 29 июля. Сегодня хочу вам показать и рассказать о томате карнабель, который я выращиваю в своем огороде уже несколько лет. На днях тут смотрела многие видео о данном томате. Отзывы как положительные, так и отрицательные. Многие жалуются на то, что томат завязывает свою первую кисть очень высоко, на высоте где-то метра от корня. Очень плохо вяжет и очень плохой урожай. Семена они покупали, данные люди, данные томатоведы, в фирме, в магазине Сады России. Я семена покупаю, неоднократно говорю, в интернет-магазине хуптеру, за что огромное спасибо хупте. Надеюсь наше сотрудничество продолжится. Делаю это уже на протяжении пяти лет. Вот у меня здесь растут в тепличке три кустика томата карнабель. Сейчас я кустик. Вот макушка. Вот еще. Как вы видите, томат завязал свою первую кисть очень низко. Кисти он формирует... Так, где тут получше вам показать? Так, раз, два... Через три листа... Нижняя кисть. Вот томаты уже стали спеть. Вторая кисть. Четыре таких томата. Третья кисть. Здесь три томата... Ой, четыре томата. Ну, посмотрите, какие они огромные. Вот моя ладонь. Четвертая кисть. Пятая кисть. Ну, и здесь также. Смотрите, какие шикарные кисти. Я не помню, чья это селекция данных семян. Кто производитель. Поищу, покажу. Вот здесь также. Вот корень. Томат веду в один стебель, в один ствол. Но по своему опыту выращивания данных томатов могу порекомендовать. Все-таки большую урожайность соберете вы с одного куста, если будете растить томат в два-три стволика. И на просторе. У меня года три-четыре назад томатик рос на воле в теплице. Вот прям вокруг него, я не помню, по-моему, перцы, что ли, росли. Я его как-то запустила, забыла. Он у меня оброс пастниками, как медуза. Там, наверное, было шесть этих стволов. Но помидоров там было. Вы представить не можете, сколько. Он у меня и падал, и ломался. Я его подвязывала. То есть это очень урожайный томат. Я не знаю, с чем это связано у других людей, кто выращивал томат, что слишком высоко вяжет первую кисть. Но здесь вот я на этом уровне могу сказать, почему томат завязал мало. В то время была жара. И другие томатики, как вам показать, которые растут в теплице, где-то на этом уровне тоже очень плохо вязали. Потому что пыльца, наверное, была стерильной от такой жары, когда на улице было 40 градусов. Вот еще. Там пасынок запустила. Давайте сорвем вот этот поспевший томат. В принципе, вот этот поспел, но тут еще желтенький. Вот этот давайте сорвем его, принесем домой, взвесим и посмотрим его на разрезе. Плоды очень мясистые. В них очень много сухого вещества. Они отлично подходят для производства различных соусов, паст. То есть не водянистые. Вот эти, смотрите, какие будут, когда созреют. О, агромедные. Видите, тут как будто три плода в одном. Такие шикарные кисти. Взвешиваем. Масса плода 162 грамма. Так, я вам могу сказать, что это самый крупный из мелких. Плоды обычно крупнее формирует. Горнобылька. Давайте разрежем. Так, давайте так, что ли, проведем разрезание. Вот такой он в разрезе. Здесь вот какие-то прожилки желтые. Но это, наверное, для ранних томатов характерна бессемянность и какая-то, так скажем, патология плода. Обычно вот таких прожилочек здесь нет. Потому что данные плоды формировались в условиях колебаний температур. Был у нас то холодно, то жарко. То зима, то лето. Смотрите. Семенная камера очень маленькая. Сока здесь и жидкости мало. Вот это все мякоть. Мое мнение о этом томате, что он хорош для заготовок, для соусов, паст, различных томатных, я имею в виду. Также он отлично хранится в заморозке, в связи с тем, что в нем очень мало сока. Он не превращается в кашу, в кисель. Я каждую осень замораживаю на зиму и варю борщи с этим томатиком. Хочу выразить благодарность сотрудникам интернет-магазина Хуптуру. Это, ребята, не реклама. Естественно, такой крупный магазин мне ничего не платит и не может заплатить. Но с магазином сотрудничаю уже более пяти лет, наверное. Семена всегда у них отличного качества. Профсерия. Пересорта нет. Описание сорта, гибрида отличное. Все всегда соответствует. Надеюсь, наша дружба с этим магазином, мое сотрудничество продолжится. И Хупта порадует нас еще какими-то новыми современными гибридами. Не только томатов, но и других овощей. Ну все. Желаю вам отличных, богатых, вкусных, полезных, безвредных урожаев. Ну и встретимся с вами на обзоре новинок, которые в этом году я выращивала впервые. Новинок томатов, также приобретенных в интернет-магазине Хуптуру. Так что ждите видео. Там есть очень интересные и очень мне понравившиеся гибридики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!